Всем привет! Меня зовут Маргарита и я представляю консорциум ведущих вузов Китая China Campus Network. Отъезд совсем близко и чемодан еще на антресолях? Сегодня мы поговорим о том, как собраться в Китай. Ведь сборы на отдых и на учебу две абсолютно разные вещи, тем более в такую экзотическую страну, как Поднебесная. И так вы едете в Китай надолго. Скорее всего, обеспечить себя всякими отечественными полезностями на весь срок пребывания в Китае у вас не получится, но не беспокоятся они хотя бы первое время вполне. Сегодня мы не будем напоминать вам брать с собой паспорт, деньги, кредитки. Этот выпуск посвящен конкретно вашему чемодану. Лето, жаркий и дождливый сезон в Китае. Настолько дождливый, что мы вам советуем взять дождевик. Ну или хотя бы зонтик. Кстати, зонтик вам поможет и в ясный, знойный день, так как сами китайцы чистенько используют его, спасаясь от жаркого солнца. Что касается зимы, то несмотря на то, что для Китая не характерна особенно низкая температура в это время года, тем не менее погода устанавливается очень холодная. А если учесть, что во многих городах еще и отсутствует центральное отопление или жена есть, но слабая, пожалуйста, предусмотрите не только теплую верхнюю одежду, но и утепленный домашний костюм, носки. В общем, больше теплых вещей. Всем-всем мы рекомендуем взять с собой шапки и шарфы. Особенно это касается тех, кто едет учиться на побережье Желтого моря. Зимой погода там отличается ветреностью, зато и летом не так жарко. Зачастую загорать специально там вовсе не обязательно, но как я говорила ранее, лето там действительно очень жаркое. Поэтому мы рекомендуем взять вам с собой солнцезащитные очки и головной убор. Итак, с первой частью мы закончили. Переходим к лекарствам. О китайской нетрадиционной медицине ходят легенды. Тем не менее, в первое время свое пребывание в Китае вам будет абсолютно не до нее. Более того, языковой уровень не позволит вам спокойно и уверенно изнесняться даже в обычной аптеке. Именно поэтому мы рекомендуем вам собрать свою собственную аптечку. Забегая вперед, скажу, что многие иностранцы, даже попрощаяся длительного времени в Китае, предпочитают отечественные лекарства, хотя имеют в арсенале и местные таблетки. Итак, что мы берем? Перекись, йод, зеленка, бинты, пластырь, фата, маски для лица. Основа основ. Много места не займет, лишним никогда не будет. Новая еда, другой климат, иные привычки. Позаботьтесь о себе заранее. Перед тем, как встретите принцессу, перецелуйте немало жаб. Это и о продуктах в Китае в том числе. Потом у вас, конечно, появятся любимые блюда. Ну а пока вы пробуете, знакомитесь, предусмотрите реакцию своего организма заранее. Ну и, конечно, никакая аптечка не обойдется без пазмолитиков и других подобных средств. Головные боли и другие неприятности временного характера будут беспокоить вас значительно меньше, если под рукой окажется соответствующее лекарство. Такое родное и понятное. Вы уезжаете в Китай летом. Лето – чудесная пора в России, но не самое комфортное время в Китае. Несмотря на очень высокую температуру воздуха, повсеместное кондиционирование там нередко приводит к простудным заболеваниям. Пожалуйста, предусмотрите соответствующие медикаменты вашей аптечки заранее. Солнцезащитный крем и средства от ожогов. Раз мы с вами уже заговорили о жаре, обязательно положите данные средства в свою аптечку. Мальчикам это также не советую игнорировать, ведь солнечные ожоги в Китае летом – абсолютно обычная вещь. На сегодня это все. Хотя мы еще не коснулись тем еды и косметики. Там информации на целый ролик. Надеюсь, это видео было полезным и интересным для вас. Кстати, ребят, если оно соберет больше 50 лайков, то мы обязательно выложим вторую часть. Иначе как мы поймем, что вы хотите продолжения? А пока ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. До встречи!